Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь, Санечка, снимаешь, камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка. Вот это заведение Шаверленд называется. Не Пив Ленд, а именно Шаверленд. 24 на 7. Отсюда сейчас и будем пробовать шаверму. Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать. Перед началом видео не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. И заходите, посмотрите предыдущий контент, это не безинтересно. Давно мне многие писали, чтобы я снял видеообзор на еду именно не на шаурму, а на питерскую шаверму. Так получилось, что по стечению обстоятельств какое-то время приходится жить в Питере. Но, это и плюс. Мне написали подписчики и дали информацию, где находится легендарная, по мнению петербуржцев, шаверма. Вкусная, наивкуснейшая. Я туда доехал, добрался. К сожалению, она уже растекается, потому что час времени прошло. Называется Шаверн Лэнд. Взял я единственную классическую шаверму. Потому что там было сыр на плаваше, всякие там питы и так далее. Но это все есть на канале обзора. Кто не видел, перейдите, посмотрите. Обычную классическую шаверму я взял. Цена 209 рублей, вес 380 грамм. И сейчас мы будем ее пробовать. Шаверн Лэнд, еще раз повторяю. Заведение я вам показал уже на превью. С курицей. Сейчас будем пробовать эту, по мнению петербуржцев, легендарную шаверму. В эти холодные деньки. Был я, конечно, в разное время в Санкт-Петербурге. Но зимой, тем более жить, мне здесь не предоставлялась возможность. Ну, ничего, нормально. Еще раз. Шаверма. Именно шаверма, не шаурма. Именно парадная, а не подъезд. Именно поребрик, а не бордюр. И именно шаверленд. И это не реклама. Поехали. Как мы можем видеть, длинная шаурмичка. Лук. Наш любимый фиолетовый. 209 рублей за 380. Морковка корейская. Я как повар с двумя миштябрьскими звездами уже понимаю, о чем идет речь. Сейчас и вы поймете. Посмотрите, наполнилась какая. Тептайская капутта. Корейская морковка. Лук фиолетовый. Мясо. Наполненность очень хорошая. Ну, по весу, да, она будет 380 грамм. Это я вам точно говорю. Я всегда, когда опираюсь при постановке оценки в конце видео и по вкусу, когда дегустирую шаурму и так далее, я всегда опираюсь на цену. Цена-качество. Допустим, если бы вот она стоила 350 рублей, это одна история. 209 это другая. 150 рублей это третья совсем история. Сразу на первых порах могу сказать вот что. Лаваш. Резиной. Наполненный шурмой хорошим. По ингредиентам скажу позже. Но, по первым впечатлениям, лаваш, конечно, резиновый. Это минус. Если бы здесь был пшеничный, это была бы тема. Писали именно в Санкт-Петербурге люди. Шурлайн, заедь, посмотри. Вот сейчас актуально на данный момент. Это сеть шавермины. Помидоры. Помидоры-овочи. Хорошие. Узбекистан чувствуется. Узбекские помидоры. Огурцы наши. Лук хороший. Морковка корейская хорошая. Пекинская капуста хорошая. Мясо тоже хорошее, мягкое. Цена приятная, 209 рублей. Сюда бы вот лаваш только, знаете. Не вот этот резиновый. А пшеничный. Даже сделайте 250 шаверлэнд. 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 Привык шурма. Шурма, как в Москве. Шурма, шурма. Ну и шурма. А здесь шаверма. Шаверлэнд. Сделайте пшеничный лаваш. Поставьте цену 250. Будет улетать на ура. Мне не жалко даже переплатить 40 рублей. Но при таком замечательном и прекрасном наборе продуктов качественных, помидоров, огурцов, овощей, карпуски цветной, морковки корейские, лучка. Блин. Но вот этот лаваш, ну он все смазывает вот эти впечатления. Мммм. Соус. Хороший. Не водянистый. Шаверлэнд не сухая. Как много я взял обзоров. У себя на канале. Можете перейти и посмотреть. Вот, кстати, недавно только. Всякие кебабы. Хрена бы. Ну ни о чем. Вот это да. Это впервые за долгое время. Хороший здесь соус. И она сочная шаурма. Причем час я ее вез. Она не развалилась. Сейчас я вам про то лучше покажу. Смотрите, какая наполненность. Замечательно. Отлично. За 209 рублей. Приготовили быстро. Ну минут пять. Я удивился. Скорость сумасшедшие приготовления. Горчик. Правильная нарезка. Правильная компоновка. Правильное скручивание. Не то, как было видео. Раньше на канале у бабушки шаурма. Разваливается нахрен. Все. Лук как-то порезан. Ну неправильная скрутка. Неправильная компоновка. Неправильная нарезка. Здесь все идеально. Кроме лаваша. Это с учетом того, что час времени прошло. Пока я ее даю. И она, посмотри, она не развалилась. Но чуть-чуть намокла. А сама по себе. Шаверма в хорошем состоянии доехала. Час. Сам я вез ее. Хотя она здесь, в принципе, недалеко. Пока пробки. Пока то. Пока все. Шаверленд. Сразу говорю. Если бы не лаваш, был 10 из 10. Витя, приходится усилие. Приложать, чтобы лаваш укусить. Вся фишка в лаваше. Понимаете? Когда лаваш пшеничный, мягкий, разваливающийся. То, что он развалится, пока вы его довезете. Легко кусаемый. Легко отрываемый. В шаверме и в шаурме залог успеха в чем? Первое соус. Второе лаваш. Продукты. Это уже другое дело. Даже если вы напихаете в шаурму дешевые там помидоры, пластиковые, дешевые огурцы, мясо более-менее приличное, среднее. Но если будет вкусный соус, если будет приличный, хороший, качественный лаваш, шаурма будет уходить в лед. Извините, шаверма. Но никто даже внимания не обратит на помидоры. То, что, допустим, пластиковые огурцы, китайские и так далее. Все. Все забьет. Этот вкус забьет соус вкусный и лаваш. Вкусный, хорошо отделяемый, пшеничный. Вот, на мой взгляд, самый классный. Ее не хочется запивать, эту шаурму. Она настолько сочная. Это у меня просто привычка. я уже наелся. И в чем? Знаете, как определить, хороший соус или нет, качественный или нет, разбавленный он или нет. Вот, посмотрите. Я съел уже почти полную шаверму. И вот соус. Сколько всего на тарелке осталось. Он не стекает, ничего. Пустой. Это не разбавленный соус. Это натуральный. И когда он разбавленный с водой, то, извините, ловить там нечего. Да, 380 грамм здесь действительно есть. Я уже почти готов подвести свой вердикт, вынести. Сказать вам итог сегодняшнего обзора. по поводу конкретной шавермы и вообще заведения шаверлэк. Приготовили 5 минут. Сервис у них там кафе, столики, все как положено, телевизор. Прикольно. не хамят на кафе, что самое главное. Так, шаверлэнд, слушаем. Вердикт повара с двумя мишленовскими звездами в моем лице. Значит, что касается этой шавермы. Цена. Наполненность хорошая, продукты качественные, помидоры, огурцы хорошие, вкусные, корейская морковка, плюс я ее не просил класть, они сами кладут по стандарту. Корейская морковка, цветная капуста, пекинская капуста, фиолетовый лук, мясо хорошее, курица, нежное, мягкое. Минус единственный резиновый лаваш. А соус хороший, качественный, неразбавленный. Минус один это лаваш. Замените его на пшеничный 10 из 10. А пока за эту шаверму, ну извините, лаваш многое решает, многое. Что же делать-то? Хочется поставить 9. Давайте, ладно, 9. Из-за правильной скрутки, из-за хорошего подбора продуктов качественных, из-за хорошего соуса, из-за хорошего сервиса, конкретно вот этой вот кафе Шаверленд, сети франшизовской, я так понимаю. 9 из 10. Был бы лаваш пшеничный, было 10. Но пока 9, чтобы не обманывать моих зрителей, мало ли кто-то приедет в Санкт-Петербург и скажет, ой, а я пойду, посмотрел на канале про Тифлом, он тут нахвалит, а он скажет, слушай, лаваш-то резиновый, дорогой. Поэтому сразу предупреждаю, 9 из 10, минус балл, из-за лаваша. Был бы лаваш пшеничный, был бы 10 из 10. А пока 9 из 10, ну вот такой у нас сегодня с вами обзор. Вы просили часто именно на Шаверму, хотите я вам обзор сделаю именно на парадную, а не на подъезд, хотите я вам сделаю обзор именно на поребрики, а не на бордюры. Да что хотите, только пишите комментарии, самое главное, чтобы вы были подписаны на канал против лома, и ради своих подписчиков хотите, что хотите, отсниму вам без вопросов, главное пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите всегда меня, вашего бессмерного ведущего, легендарного YouTube канала против лома, по мнению специалистов топового канала на мировом YouTube, ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, удачи и пока.